а что это у нас тут за видео сегодня такое да ровным счетом такое же как вот видео по этой подсказке в котором я распаковывал систему персонального ушного мониторинга беспроводного на четверых на целую группу я еще в том видео говорил как как же своевременно она попала к нам потому что мы вели беседы с группой о том что нам нужен ушной мониторинг и вот тебе компания phoenix про прислала так же как и сегодня мы с группой вели разговоры что нам это нужно и компания phoenix про это прислала до что ж вы с ате да то морозы такие компания phoenix pro от души вас благодарю но давайте перейдем уже к распаковке что же в итоге мне прислала компания phoenix про Давайте посмотрим, что же такого нужно группе, которая играет металл, металлистом, металюгом, металявом. Итак, чудесный брикетик абсолютно такой же, как и в прошлый раз. Повторяюсь, кто не видел, посмотрите. Ну что такое? Да что ты будешь делать? Как здесь мы... Да, я никогда не славился своей ум... Я даже разрезал криво. О, я вижу знакомый цвет коробки. И вам я его сейчас тоже покажу. Могу сказать определенно, что коробка в этот раз пришла помятая. Вот это не особо себя хорошо чувствует. И внутри уже есть складочки. Так что, надеюсь, что все в порядке. И товарищи... Там пуст. Товарищи доставщики, перевозчики, или как их называют, Повели себя очень отвратительно. Видимо, швыряли как могли. Итак. Смотрите. Феникс про ПТУ 7000. Признавайтесь, кто учился в ПТУ? Пишите комментарии. Сейчас это стало модно называть колледж. Либо как-то еще. В мое время это была просто путяга. Просто путяга. Вот такая замечательная штуковина. Если вы пока еще не поняли, что это такое, то поймете позже. И я буду объяснять все-таки, для чего это нужно. Ну, оговорюсь. То, что это ушные микрофоны. Зачем ушные микрофоны? Микрофоны группе, играющей в металл. Вы, наверное, кто в теме, тот уже понял. Я понимаю. А те, кто еще не понял, подождите. Мы с вами до этого дойдем. А пока у нас изначально здесь распаковка. Поэтому давайте смотреть, что мы тут будем вытаскивать. Так. Как-то хитро она в этот раз закрыта. Мне не подобраться. Нет, подобрался. Коробка абсолютно выполнена так же, как и предыдущие. Так, это нам понадобится, не понадобится. Предыдущий девайс, который приходил с поролончиком, с книженькой, с наклеечкой. Наклеечка у меня, между прочим, вот там вот. Я не помню, показывал или не показывал. В книжечке, я думаю, ничего особо супер-пупер нужного не будет. Все будет говориться то, что плюс нужно в плюс, а минус в минус. Скорее всего. Поэтому не будем застрять внимание. В следующем видосе, если тут что-то будет супер-мега-важное, я, конечно, расскажу. Потому что будет обязательно следующий видос, как себя поведет эта штука. Итак, антенны. В этот раз их четыре. Какая уже посерьезнее, что ли, штуковина. Хотя стоит дешевле. Четыре антенны. Вот. Базо. Базо. Вот она. Предыдущие, про что я говорил, вон там стоит уже в рэке, если видно. Итак, база. Посмотрели. Что конкретно за что отвечает, мы не будем сейчас говорить. Мы будем это в следующем ролике. Здесь видим, что просто все крутится, вертится. Дисплеи, кнопки. Сзади тоже всякие втыкалки. Поэтому закроемся. С базой мы разобрались. Дальше. Вот они, головные микрофончики. Это знаете, если какие-нибудь ведущие, когда в руках что-то им нужно или не нужно, либо когда какой-то мюзикл для вокалистов. Ну, в общем, для какой-нибудь попсовой темы это бы очень даже подошло. Четыре. Четыре микрофона. Вот они, четыре микрофона. Четыре базы. Немножко уже не такие, как предыдущие были. Но, в принципе, они даже побольше, мне кажется. Также здесь... А, оба-на. А как? А, нет, все, все ок. Все ок. Сюда батареи. Пальчиковые батареи. Разъемчик здесь. Мини-XLR, так называемый. И я сейчас обязательно, конечно, до этого дойду. Ладно, хорошо. Базы здесь. О, мои опять любимые активированные уголь-таблетки. Блок Питалова, конечно же. И здесь в комплекте идут другие микрофоны. А, петлички. Вы представляете, что теперь можно? Теперь можно интервью снимать. Приглашать кого-нибудь, например, сюда. Вот так вот петличку сюда. Хлоп. Вот эту штучку на пояс. Бренч. А оттуда мы уже не посмотрели. Но наверняка там есть, наверное, какой-то выход, как можно это все записывать. Прикольно. Прикольно то, что не просто один микрофон, а по два микрофона. Интересно, вот по характеристикам было бы посмотреть, что это действительно прямо вот это речевые-речевые. А те прям, не знаю, там, вокальные-вокальные. Итак, здесь тоже мини-экселер. И теперь я стараюсь объяснить. Это все. Это все, к слову. Потому что, ну, а что тут еще может быть? Все. Знаете, чего я тут не вижу? А, нет, идиот. Я этого и не увижу, потому что уши на базе, они прям уже есть, чтобы в рэп пошло. Все, окей. Больше тут ничего. В прошлый раз было побольше всякой штуковины, которую можно было рассмотреть. И, к счастью, к слову, нету такой шикарной бумаженции. В прошлый раз еще была какая-то бумажка. Ну, ладно, это все мелочи. Это я просто сравниваю, что было в прошлый раз, что в этот раз. Итак, я рассказываю. Для чего метал-группе? Как вы думаете, для чего? Напишите это сначала вы в комментариях, а я, естественно, сейчас расскажу. Дело все в том, что мы, конечно же, задумались над тем, что нужно играть с радиосистемами на гитарах. И нам нужны радиосистемы. И, собственно, вот из этого можно сделать радиосистему. Если использовать передатчики со специальным кабелем, а точнее, можно сказать, со специальным разъемом, который я уже заказал. Ну, пока я здесь готовился вот это снимать, я забыл их принести. Они у меня там в том помещении лежат. Мне уже пришли эти мини-акселеры. Теперь их нужно спаять на конце с джеками. И это будет радиосистемой для гитары. Даже на сайте у Phoenix Pro про этот девайс написано, что если вы хотите использовать это для гитары, то вам нужен будет специальный инструментальный кабель. Естественно. В комплекте таких кабелей не идет. Я еще у них спросил, когда они мне сказали, ну что, дружище, скоро к тебе придет вот это. Я говорю, ребят, ну по чесноку, это ж нужно для гитар. Есть эти еще кабели-то у вас, ну, не впадло, положите сюда. Они такие, нет, сорян, нету, у нас нету, тебе придется у кого-то, у другого заказывать, у другого продавца. Я такой, ну ладно, не на том спасибо. И, собственно, я заказал просто разъемы, но еще не спаял. Ждал, когда вот эта штуковина придет, чтобы сесть, спаять, воткнуть и начать уже проверять. А об этом как раз-таки будет следующее видео. А это достаточно скромно, спокойно у нас вышло с распаковкой вот этого прекрасного устройства. Phoenix Pro PTU 7000. Увидимся в следующем видео. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...